ну кто тут самый стойкий кто выдержит еще один час или кто пришел на третий эфирчик привет ну что спасибо вам благодаря вам чувствую себя не одиноко мои кстати на тренировке по футболу тоже один из плюсов больших городов что ребенку можно найти любую секцию по душе вот с чем с чем у нас это в каре как-то с этим были проблемы у нас так как северная столица нас в основном такой лыжный спорт секции и очень много для девочек фигурное катание была гимнастика вот для мальчишек как-то такого особо ничего не было здесь и футбол и шахматы и даже прыжки с трамплинов можно пойти учиться в общем много всего интересного так что пока мои на секции я вот тут с вами беседую рисую в приятной компании у вас девчонки но домашних деял да вечер вторника вы сидите третий час в эфире да нет я акварелька не рисую но опять же все рисую своим любимым акрилом такой такой просто не если ставлю сюда баночки то не загораживает ничего вот акрил тот которым я всегда пользуюсь и всегда им рисую все таки до акварельки я еще не доросла а ну я как-то уже сказал что самые такие это активные во время эфира успевают все делать и эфир смотреть и еще кучу кучу дел переделать я вот под эфира но других вот девчонок очень люблю работать так вот сядешь что-нибудь шкурить или лепить и слушаешь комментарии конечно редко пишу потому что руки чаще всего заняты но вот так вот поработать под эфиры все круто а юля шьет платье для медведя фото я поэтому люблю тоже под эфиры работать потому что ты ощущаешь себя не одиноким а то что сидишь и в компании с крутыми классными девчонками работаешь что-то творишь я вот не представляю вот но и просто смотреть я бы наверно не смогла вот так вот но мне очень приятно не буду скрывать но я бы наверно не смогла так вот столько времени просто сидеть и смотреть как кто-то рисует так я зачастую вот катя морозова выходит в эфиры но я просто их слушаю то есть там отвлекусь почитаю к ну почитаю кто что там если тема интересная комментарии пишет слушай вот мне часто пишут что голос такой спокойный и вы главное девчонки не засните ладно я еще очень люблю эфиры у они лесной компот так она конечно раньше она что-то шила в прямых эфирах сейчас она больше рассказывает по куколкам блайз но хотя я от них очень далеко но почему-то все равно когда вижу что они в эфире смотрю я вас многих разочарую что в жизни по моему у меня не такой голос но мне хотелось бы верить что в жизни у меня не такой голос потом у девочек на мастер-классе я спрошу помогать вам Я тоже люблю смотреть Ой, а я не знаю, кто такая Женя Что-то, видимо, как-то пропустила Надо будет потом зайти посмотреть Если я вообще тедиков люблю Я, может, кстати, подписана на неё, не знаю Может, просто на эфиры не попадала Тоже с радостью посмотрю Люблю красивых тедиков Привет, девчонки, всем, кто только присоединяется Мы тут внепланово устроили рисовашки Рисовашки и поболташки Так что рады всем У нас тут очень тёплая компания Мы тут уже выяснили, что все мы примерно из одного детства Некоторые, правда, из нас умудрялись пожевать гудрон Но бумажных куколок и домики из подушек делали практически все Ага, да, спасибо большое На ютубе, да, я сохраню Выложу потом эфирчик обязательно Серьёзно? Ну, то есть я одна, но не жевала Ну, я одна и плюс ещё несколько девочек Я вот не жевала этот гудрон Даже не представляю Ну, судя по тому, какой запах я вспомнила из детства Когда девчонки сказали, что это такая чёрная жижа, которой за это заливали крыши Прям не представляю, какой у неё вкус может быть Тоже не гудронила Вика, мы с тобой же потом в субботу, да, встречаемся на мастер-классе Потом расскажешь, какой вкус у этого гудрона Лучше принести и угостить Я не представляю, где она сейчас его найдёт Думаете, его ещё производят Мне кажется, тут технологии уже за 30 лет поменялись А сейчас, наверное, бе Ну, то есть сейчас его ещё применяют Ну, если, не знаю, если он не пах, то, может, я что-то не то вспомнила Но лично у нас в городе на стройках, но это чёрная такая горячая жижа, но пахло ещё как Я думала, что никто не строит пятиэтажки По-моему, сейчас только многоэтажки строит Но я понимаю, что жевались застывшие, а не кипящие жижи То есть мало того, что мы носили короны из битого стекла из ёлочных игрушек Так ещё если бы и такой кипящий гудрон жевали Я думаю, сейчас мало бы кто из нас выжил Сидел бы в этом эфире Ну, понятно, что да, застывший Да, Елен, мы рисуем малышек Говорил о гудроне В общем-то, это и есть прелесть и непредсказуемость жизни Потому что о волшебных фильмах мы уже тоже поговорили Решили, что их мало теперь снимают хороших Точно живучие Вот, кстати, про ногти из лепестков тоже кто-то писал Юля, по-моему Да-да Доброго ну кстати игра в в магазин вот наше советское время это еще до то забава песочек разведенный в какой-нибудь посудки и кстати знаете вот но у меня в детстве по столько много красивой маленькой посудки а сейчас я вот хожу по магазинам и как будто бы детям ее вообще перестали делать вот такую прям такую маленькую больше сейчас такие какие-то реалист но сервизы кукольные делать но они реалистичных размеров в нашем детстве такая прям маленькие тарелочки были маленькие чашечки ну пусть даже пластмассовые деревянные но все равно очень милые я вот всем по барахолкам хожу и пытаюсь найти вот эту прям нашу советскую маленькую посудку но в плане растений да кто только что не жевал и и всякие щавели и какие-то зайчи и капуста наверно девочки мои вернулись вот с тренировки и я сразу скажу в четвертый час выходить не будем ладно лучше потом как нибудь на неделю еще встретимся зубную пасту чебурашка что-то я не помню такую пасту слышно да это миля счастливый обладатель постера с китами осталось только найти время и повесить его причем у милена уже такой список кого дальше рисовать рыб он мне уже посмотрел в интернете ну такой же большой плакат а этот постер девчонки вообще гигантский он 50 на 70 его рисовала на листе вот ты почему века такая худющая ты на тренировке ходишь всем пока давай пока увидимся скоро так что рисовать мне еще не один раз на подобных форматах спасибо икея которая производит такие здоровые гигантские рамки а я кстати росла на севере у нас не было никаких растущих фруктов но у мелких с этим не тоже ничего не ест это точно мне кажется зелеными они же не очень вкусные они такие вязкие хотя детям мне кажется если что-то нравится спасибо за общение к на с нами это вики адресовывалась вот ничего себе вам повезло у нас на севере огурцы и помидоры только растут эти если они в теплице что-то не только на севере и вот вот надо девочек кому румянчиков наделать на кавказе да повезло там такая природа шикарная пейзажи горы и но кавказская кухня очень вкусная повезло вам ваше детство на кавказе что не замуж ты сейчас там живете но и климатом по моему очень приятный когда я буду вот на этой тишинке с девочками мы собираемся но опять же как посетитель еду вдохновиться познакомиться со многими девчонками пообщаться лично то есть не выставляться пока там по-моему в начале октября до в этом году на салон кукол на тишинке да ну где мы тогда все вместе были осенью она у нас всегда ну я сколько видела арбузы ну дольками до разрезали потому что когда если покупать целый арбуз ты не знаешь какой какой он там внутри будет потому что например нам на север все равно привозят их не незрелыми но я привезу если кто-то будет могу взять девочку конечно могу мастер-классную девочку коту которая тело расписано взять с собой почему бы и нет договорились возьму а как же в европейский со всеми но встретимся ну на два дня точно задержусь там это вообще не вопрос с катей таней валия надеюсь со всеми встретиться илья большое спасибо да ну честно говоря мне очень приятно что эта девочка нашла такой положительный отклик ваших сердцах потому что если честно но я побаивалась и и выкладывать но не то что выкладывать показывать не знала как отнесутся к росписи тела расписанную девочку ее можно наверно такое в записях вот эфира на ютюбе посмотреть так я еще ее не фотографировала будет свободное время и обязательно ее сфотографирую без одежды просто нужно как-то не знаю как к ее так интересно еще подать чтобы она хорошо смотрелось на фотографиях ну а я ее просто марисолька зову а так она такая девочка вдохновитель можно сказать как такой вдохновляющий образец для мастер-классов я ее сделала ну и так как она долгое время будет у меня жить по крайней мере пока до нового года он поэтому я сделала ее такой как мне вот прям хотелось очень давно и ирина да ирин в шапке профиля у меня на странице вот в аккаунте там есть топлинг если вы туда зайдете там будет ссылка активно на youtube а кстати и может кстати этого ее нет потому что какой-то эфир как раз где я ее раздевала не сохранился но не помню сейчас других эфирах там на канале есть ли она но кстати то может только в одежде где-то появляется не помню сейчас точно ну подождите тогда фотографии на этой неделе я обещаю постараюсь сделать и выложу ее ну вот девчонки вот подсказывают что на канале где кукла а так пока остальные девочки сохнут надо на алису немножечко покрасить то все замок за замолчали комментариев не пишет наверно кушайте или ужин и готовите у кого сейчас ветер у нас сейчас почти 6 самое время для готовки ужина рассмотрим уже ем угадал а ужин получает тот кто все все пошил поработал ксюша у нас вот все сделала она уже ужинает ничего себе 23 часа так тебе уже июль сны пора видеть ну ты сейчас точно заснешь под мой голос на все так это потемнело резко к прямо-то вечереет о татьяна рисует вот было вот и татьяна да наверное тоже я вот не знаю как вас зовут вы шьете тоже отлично ой так жалко что болеете а мне кажется наоборот когда детки болеют они ну от всех вот этих лекарств но спят чаще чем когда они болеют и крепче но опять же в том же норофене мне кажется какая то есть частичка снотворного того татьяна да очень приятно постараюсь не забыть добрый вечер я уже основать когда мой болеть я дыхаю мне кажется это вполне нормально вы будете хорошей мама если будете счастлива а человек может быть счастлив только когда полноценно качественно отдыхает так что все окей не терзайте себя говорят же счастливая мама счастливый малыш ну вот когда температура не сбивается это самое жуткое согласна ну что могу сказать желаю прям побыстрее поправиться знаю как мама переживает когда детки болеют и еще особенно эта температура не спадающая так что поправляетесь вот мы тут все желаем вам поправиться побыстрее вот вот Продолжение следует... 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 Так что ты, если полетишь из Иктывкара сюда в гости, я тебе потом бумагу закажу, если здесь не найду. Да, я думаю, что она здесь тоже где-то есть, просто нужно, опять же, погуглить, поискать в каких товаров для художников. Есть эта бумага, это, конечно, мне совсем не нравится, это просто я взяла, что у меня было под рукой, поэтому рисую вот, можно сказать, прям не на своей, то есть она такая слишком белая для меня. Ну, Таня, та, на которой я рисую, ну, она не особенная, она просто очень плотная, так как я всё равно добавляю воду, когда акрилом рисую. Таня, на которой я обычно рисую, палаццо, она не идёт волнами. Это, в общем-то, тоже не идёт, но я вот чувствую, что в неё как-то эта краска очень сильно впитывается, то есть у неё, скорее всего, такая очень пористая структура. Здесь мне прям приходится по несколько раз перекладывать тон, на той бумаге такого нет. То есть там достаточно сделать, ну, такой базовый тон и уже сверху рисовать. Тут я, по-моему, платье уже третий раз рисовала, всё равно вот, ну, просвечивает бумага, потому что вот этот красящийся пигмент в неё впитывается, а не остаётся на поверхности. И цвет белый, вот на той, который я рисую, вот где-то тут куколок вырезала, вот у неё такой желтоватый оттенок, она более плотная. Вот, вот я обычно на такой рисую, просто у меня прям вообще листов никаких не осталось. Вот видите, какая разница. И вот такой оттенок желтоватый мне больше нравится, я не люблю такой белый. У какой бумаги две стороны? У которой я... На которой я обычно рисую? Ну, у неё такая для пастели шершавая, но я рисую на другой стороне, которая не эта... Да, сейчас я акриловыми красками рисую. То есть вот, у меня прям баночки с моим любимым акрилом. Ну, и в граммах, да, здесь, наверное, грамм 180, а та, на которой я рисую, 280. Ну, я говорю, поэтому мне потом просто и вырезать из неё приятней, и само качество бумаги, и цвет мне больше нравится. Так что потом у меня будет свободное время, поищу я в Санкт-Петербурге здесь вот эту бумагу, к которой привыкла. Ну, если уж в Москве не так просто найти, то, считай, я сейчас прям так конкретненько испугалась. Потому что у нас... Ну, а в Сыкт-Петербурге я только один, конечно, магазин знаю, но там эта бумага всегда есть. Её, видимо, просто мало кто покупает в Сыкт-Петербурге, поэтому она всегда есть в наличии. Ну, вот Палаццо — это то, что я люблю, а рыбачку... Я что-то не знаю такой бумаги. Ну, вот то, что я в Леонардо смотрела, я вообще не видела бумаги. Вот этой... Я покупала, потому что там вот лист-постер с китами рисовать синишки, но мне качество бумаги тоже не понравилось. То есть этот лист, по-моему, около 90 рублей стоил, и она заявлена как... Ну, дизайнерская бумага, там, не помню, для акварели или гуаши, но она совершенно не подходит под эти нужды. То есть её так тоже волнами она пошла. Ну, а акварельная она, потому что должна впитывать в воду. Акварельку-то ещё сильней. Водой её разбавляют, поэтому, конечно, бумага для акварели самая плотная. Ага, повезло, а здесь вот не везде. Ну, это уж совсем цена за тысячу. Я свою бумагу покупаю за 140 рублей 10 листов. Ну, в Сыктывкаре покупала. Здесь я, не говорю, не видела, но я посмотрю. Но за тысячу это прям уж совсем что-то... Ну, даже не представляю, с чего должна быть сделана бумага, чтобы она стоила тысячу. И, наверное, из каких-нибудь очень редких, ценных пород дерева. Хотя кто-то вот мне буквально на днях говорил, что в бумаге современной вообще нет дерева. Когда... Не знаю, чем занимается наш лесоперерабатывающий завод, который как раз-таки выпускает бумагу. Девчонки, знаете бумагу Снегурочка? Кто в офисах работает или на принтерах часто печатает? Печатаете на бумаге Снегурочка? Ну, и хлопок, да. Ну, потому что... Вот, ну вот, бумага Снегурочка, это наша республика Коми, делает на всю страну. Так что, если вы перевернёте, там посмотрите, будет написано город Сыктывкар. Вот так что наша бумага всегда с вами. Ну, и завод, который выпускает эту бумагу, он лесоперерабатывающий. Да, бумага, ну, мы качественно делаем. В общем, стараемся. Теперь будете знать, что эта бумага с наших краёв. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кто помнит, во сколько третий эфир начался? Есть кто-нибудь, кто помнит? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такие, ну, тёмные места под ножками. Сразу видно, что там дырочки предполагались. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне кажется, у меня даже из-за того, что я постоянно не смотрю и не знаю, который час, меня муж недолюбливает. Вот он, потому что всё ему нужно, это всё, чтобы в жизни чётко шло, по минутам. Ну, у нас ещё светло здесь, но светло, но серо. Это от окна светом я пока не включала, я вообще не люблю электрический, искусственное, ну, вот электрическое искусственное освещение, потому что оно такое желтоватое и потом очень сильно влияет на оттенок краски. Поэтому рисую, вообще люблю рисовать только при естественном освещении. Ну, тут бы я поспорила, конечно, что я сижу, рисую, и меня никто не дёргает, потому что у меня такое ощущение, что под дверьми у меня ждёт ребёнок, когда я выйду, чтобы рассказать, как у него прошла тренировка, потому что ему очень нравится. Он давно мечтал ходить на футбольную секцию. Вот. Ну, и муж, который ужин, наверное, ждёт. В баночках краска, но пока я рисую, нет, она не сохнет, я просто потом взбрызгиваю всё это пульверизатором, когда рисую, вот, ну, даже здесь. Перед, ну, и закрытием вот так вот вспрыскиваю, и вообще, многим баночкам у меня здесь больше года уже. Если правильно за ними ухаживать, то они долго вам прослужат, не будут засыхать. Серьёзно, в Сыктывкаре уже темно, полседьмого, я думала, что у нас где-то только осенью темнеет так быстро. Татьяна, здравствуйте, ну, здравствуйте и до свидания, можно сказать, что мы уже сейчас заканчиваем. Прямо последние штрихи я сделаю. И, ну, готовы результаты вы уже, девчонки, только завтра посмотрите. Будете выбирать, какая девочка вам больше нравится. Фонари, дождь, представляю. Я вообще видела у тебя в сторис сегодня, это погрустненько. А, уже осень, да? Точно. Ну, я как-то не только во времена, в плане часов, в прострации живу, но я ещё, да, оказывается, уже осень, точно. Потому что у нас на севере осень начинается где-то уже в середине августа. Реально осень с темнотой, с дождями. А здесь, в Санкт-Петербурге, ну, я сижу и я вижу зелёную траву. Девчонки, я зелёную траву так долго в своей жизни вообще никогда не видела. Поэтому я так-то понимаю, что календарная осень. Но по ощущениям, вот, ну, считайте, я там больше, почти 40 лет прожила на севере. Вот, в таком, в таких погодных условиях. И тут, ну, тут деревья ещё зелёные. Серьёзно говорю, я представляю, у нас в Сыктывкаре, наверное, уже даже листочков на деревьях нет. Эфир сохранились обязательно. А тут, буквально ещё пару дней назад, ну, я выходила в, ну, в юбке-свитере. Я вообще такого не помню, чтобы осенью, в начале сентября, ну, мы не в пуховиках выходили, ну, в Сыктывкаре. У нас очень сию, я в этом году ранее. Так, не будем о возрасте. Как будто бы я оговорилась. Я не то, что комплексую по поводу своего возраста, у меня просто всегда смущает реакция людей. А, неделю назад пуховики. А, мы тоже чеголяли неделю назад, и сейчас пуховики одели. Ну, понятно. Ну, не переживай, говорят, тут в Санкт-Петербурге тоже похолодание идёт. Так что доставать мне тоже свои сыктывкарские пуховики скоро. А, я ваше лето сравниваю... Ну, я поняла, да. Очень чётко подметила. Ну, да, у нас у всех не совпадает возраст с тем, что мы ощущаем. А, ну, это и такой грустной ноте. Или, может, не грустной, завершаю эфир, девчонки. Давайте, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok